Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Прокурорские обвинения. Чем регламентный комитет объясняет отказ в снятии неприкосновенности с нардепа Довгова? Страсти по Бандере. Как Польша может помешать Украине вступить в Евросоюз? Американский поток. Смогут ли планы Трампа по газовым контрактам с Европой повлиять на ситуацию на Донбассе? Генпрокуратуре снова отказали. Регламентный комитет парламента сегодня не поддержал уже вторую подряд просьбу ГПУ снять неприкосновенность с народного депутата. На этот раз речь идет об Олесе Довгом. В комитете заявили, что обвинения в адрес коллеги оказались недостаточно обоснованными. За баталиями наблюдали наши корреспонденты. Второй в списке ГПУ на снятие неприкосновенности Олесь Довгий. Обвинения в его адрес датируются периодом с 2007 по 2009 годы, когда народный депутат занимал должность секретаря Киевсовета и связаны с выделением земельных участков. Обвинения в свой адрес Олес Довгий называют абсурдными. При этом нардеп не против лишиться депутатской неприкосновенности. Более того, во время заседания регламентного комитета парламента он сам выступил с такой инициативой. Поддержите назначенные подания и дайте возможность мне раз и на завтра поставить крапку на этих спекуляциях в судовом порядке. Выслушав обе стороны, нардепы нашли существенные недостатки в материалах ГПУ и единогласно проголосовали против снятия иммунитета с Довгого. Свои выводы комитет передал спикеру парламента. А лишать ли иммунитета Олеся Довгова будет теперь решать Верховная Рада. Сам же нардеп действия Генпрокуратуры называет местью за конфликт между Луценкой и Черновецким в 2008-м, после заседания СНБО. Тогда у политиков дело дошло до драки. Юрий Витальевич по отношению к мне, я думаю, что это ближе лежит до его отношений с Леонидом Михайловичем Черновецким, который на всем известном, на жаль, заседании РНБО, стал бийкой. Адвокат Довгова обвинения прокуратуры называет беспочвенными и считает, что дело бесперспективное. Это архи-незаконно. Я, как правозахисник, как адвокат, я не вижу судовой перспективы для этой криминальной справки. Почему? Потому что решение принимала Киевская Минская Рада, а не Олесь Довгий. Решение подписывал Черновецкий, а не Олесь Довгий. Завтра в регламентном комитете парламента рассмотрение очередного представления ГПУ. На повестке остаются еще три нардепа. Ирина Баглая, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Кабинет министров собирается упростить процедуру продажи проблемных госактивов. Такое решение приняли на заседании правительства, после чего отправили данные закона проекта на согласование в Совет реформ. Так как же теперь будут приватизировать государственные предприятия, расскажет Александр Васильченко. Министры отправляют в отставку старый закон о приватизации госимущества. Говорят, последний раз его адаптировали к условиям рынка 10 лет назад. В новом документе объекты приватизации поделят на два типа. Большие и малые. Вместо пяти бюрократических процедур оставят две. Аукцион и выкуп. Крупные предприятия планируют продавать исключительно под наблюдением квалифицированных экспертов. Малые пустят с молотка через электронную платформу Прозоро. Аспорить приватизацию можно будет в течение трех лет, но исключительно в международных арбитражных судах. Также документ предусматривает мораторий на банкротство таких объектов. В случае отсутствия покупателя новый закон не исключает снижение стартовой цены вплоть до половины. Таким образом Кабмин планирует избавиться от неэффективных госактивов, которые ежегодно наносят миллиардные убытки стране. Мы нашли не много, не мало 70 государственных предприятий, которых вообще не было на облику. Моет быть полностью перелик этих предприятий, он мое быть публичным. И если что-то продавать, что нам не нужно, что аккумуляет, 80 миллиардов убытки. 87 миллиардов убытки в державной компании принесли бюджет. Утвердил Кабмин и создание Совета по международной торговле. Задача этой структуры – обеспечение взаимодействия между правительством и бизнесом. По словам Гройсмана, Украина становится инвестиционно привлекательной для Европы. Первый за 6 лет за оценку Европейской бизнес-ассоциации индекс инвестиционной привабливости превышал по значку 3 балла с 5. Это означает, что сегодня экономика Украины демонстрирует свое взрастание и привабливость для инвестиций. Далее зеленый свет министры мобильной связи четвертого поколения. Правда, сроков, когда в Украине заработает 4G, пока не назвали. Но уже выделили две частоты. Теперь ждут инвесторов, готовых внедрять новые технологии. Выбирать их будут на условиях тендера. Стартуют цены контрактов соответственно от 4 и 6 миллиардов гривен. Премьер-министр надеется, что законы, отправленные в здание под куполом парламентарии, примут уже на ближайшие пленарные недели. Александр Васильченко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. МВФ отложил выделение Украине очередного транша. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил изданию Bloomberg. Финансовую помощь в размере почти 2 миллиардов долларов Киев получит не раньше осени этого года. А все из-за того, что Верховная Рада до сих пор не приняла земельную и пенсионную реформы. По словам Гройсмана, не успеет сделать это до депутатских летних каникул. В Киеве подорожает горячая вода, а вот отопление станет дешевле. Так решила нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Итак, за горячую воду те, у кого есть полотенцесушитель, заплатят 84 гривни и 50 копеек. И чуть более 78 гривен те, у кого его нет. Что же касается отопления, то обладатели счетчиков получили тариф на уровне 1414 гривен и около 33 гривен за один квадратный метр жилплощади для абонентов без приборов учета. А вот энергетикам из города Лубны Полтавской области сейчас не до тарифов. Лубный газ подвергся рейдерской атаке. Несколько десятков человек под руководством народных депутатов от радикальной партии Олега Лешко и Игоря Масейчука пытались захватить админздание этой компании. Наша съемочная группа побывала сегодня на предприятии. Все подробности расскажет Любовь Кукла. Нардепы Лешко, Масейчук и полсотни тетушек. Это фотографии вчерашней попытки рейдерского захвата предприятия Лубный газ. Радикалы с подмогой приехали к зданию с самого утра якобы на митинг вернуть трубы народу. Хотя при этом пытались ворваться в админздание. Более того, о своих миролюбивых планах никого не предупредили. Что самое интересное? Официальных предупреждений о каких-то собраниях не было. Ну, за законом мы все понимаем, что для того, чтобы провести какие-то сборы, митинг и так далее, должно быть и звернение в органы местного самоврядувания, чтобы было принято какое-то решение, дозволь. Звернение в полицию для организации правопорядка. Причина конфликта далеко не в собственности, заверяют газовщики. Все намного банальней. Другое предприятие, Глубный теплоэнерго, которое контролируется представителями радикальной партии, задолжало запоставленное топливо и не хочет возвращать долги. Сколько вене? Значит, за четырьмя судовыми решениями, які є офіційно в державному реєстрі, вони винні, виключно за транспортування, більше п'яти миллионів гривень. І десь 2,6, точну цифру не скажу, 2,6 миллиона гривень – це штрафні санкції за несанкционований відбір газу. Видимо, лучшая защита – это нападение. И радикалы решили не платить по счетам, а попросту отжать предприятие. Правда, в этот раз у них ничего не вышло. Пострадали лишь обычные жители. Из-за долгов Глубный теплоэнергогазовщики, а это почти полтысячи человек, уже год получают зарплату с перебоями и не в полном объеме. Задерживают, стабильно задерживают. Иногда что-то есть, но не в полном объеме, как говорится. Как живем, выживаем потихоньку. Сегодня уже на другом митинге, на который собрались работники Лубный Газа, приняли решение. Будут обращаться в национальное антикоррупционное бюро. Расследовать коррупцию и рейдерство депутатов от радикальной партии и персонального Ляшка. Конкретно, что касается предприятия «Лубный Газ» и «Теплокоммунэнерго». Расследовать все зловживания с финансами «Теплокоммунэнерго». А пока газовщикам приходится усиливать меры безопасности, ожидая очередного налета. Чего еще ожидать от тепловиков и нардепов-радикалов, никто не знает. Хотя далеко не у всех народных избранников так много времени для разъездов по стране. Например, одного из членов радикальной партии, Андрея Лазового, завтра ждут в регламентном комитете парламента. Будут рассматривать очередное представление Генпрокуратуры о лишении его депутатского иммунитета. Любовь Кукла, Даниэль Косаковский, подробности, телеканал «Интер». Более 14 миллиардов гривен Украина лишилась в результате деятельности молодого олигарха времен Януковича Сергея Курченко. Это последние данные, сегодня их сообщили в Генпрокуратуре. Напомню, сбежавшего в Россию бизнесмена подозревают в создании преступной организации, присвоении госимущества и отмывании денег. По одной из статей, инкриминируемых Курченко, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Мэр Львова сегодня побывал в ГПУ. Андрея Садового допрашивали по делу о создании индустриального парка во Львове. Следователи хотели узнать, почему земельный участок собираются продать втрое дешевле нормативной оценки. По словам Садового, индустриальный парк должен появиться в промзоне Ресне-2. Под это отвели 23,5 гектара. Голландская компания-инвестор, которая победила в конкурсе, готова вложить в инфраструктуру 50 миллионов евро, привлечь крупных производителей и создать более 3 тысяч рабочих мест. Но при этом компания должна была заплатить за землю не 140 миллионов гривен, а всего 52. После допроса генпрокурор Луценко заявил, что пока Садового вызывали как свидетеля. В ближайшее время следствие планирует выйти на подозрение. Если эти подозрения будут касаться службовых людей, то, конечно, следствие будет передано до Специализованной антикорупционной прокуратуры и Национального антикорупционного бюро. Больше детальную информацию про суть справа я готов буду завтра с документами подемонстрировать. Я обязательно после допроса вернусь с хлопотанием к работникам Генеральной прокуратуры, чтобы они протокол этого допроса сделали публичным, и чтобы эти вопросы, которые задавались, были рассмотрением, в том числе, и Кабинета министров. В целом, ставится под суммой сама потреба залучения инвестиций в Украину. С Бандерой в Евросоюз Украина не войдет. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Витольд Вальщиковский в интервью одному из местных изданий. Глава польского МИДа требует пересмотреть вопрос героизации ООН УПА. Сделать это, по его мнению, нужно до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве. По словам Вальщиковского, послание Польши весьма четкое. Бандере в Евросоюзе не место. И если Киев это проигнорирует, то рискует повторить судьбу Македонии, вход, который в ЕС заблокировала Греция в свое время. Госсекретарь США Рекс Тилерсон посетит Украину уже 9 июля. У него запланирована встреча с президентом Петром Порошенко. Визит этот важен в связи с предстоящей встречей глав России и Соединенных Штатов Америки, которая ожидается на саммите Большой Двадцатки в Гамбурге. Тилерсон пробудет в Киеве совсем недолго, чуть более двух часов буквально. 241 день независимости празднует сегодня в Соединенных Штатах. В эти минуты в центре крупных городов проходят парады. В Вашингтоне десятки тысяч человек вышли на улицы. Американцы сейчас не очень-то и помнят историю. Каждый четвертый не может сказать толком, от кого страна получила независимость. Но праздник этот все очень любят. Называют его просто 4 июля. И считают днем рождения Соединенных Штатов. Индепендент Дэй принято проводить вне дома, съездить в столицу или просто на природу, сходить на парад, в парк, а вечером на салют. Власти, опасаясь терактов, вывели на улицы огромное количество полиции. Но пока все проходит мирно. Более того, праздник на время утихомирил и политические страсти. Американцы по традиции разодеты в красно-сине-белые цвета флага. Но в этот день на улицах нет ни символики сторонников Трампа, ни агитации против него. Ну а самого Трампа в ежедневнике пустые дни, свободные между саммитом в Германии и визитом во Францию. Президент США целых 5 свободных дней в Европе. И пока совершенно никаких планов. По крайней мере, прессе их не оглашают. Но предположения о том, все же чем займется Дональд Трамп в свободное время, конечно же, есть. Подробнее узнаем от Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. Тайный визит Дональда Трампа. Глава Белого дома собирается проскользнуть в Великобританию так, чтобы об этом никто не узнал. По данным британской прессы, о планах президента не сообщают намеренно, чтобы противники Трампа не успели подготовиться. Политика главы США Великобритании уже провоцировала многотысячные протесты. А петицию с призывом отменить его государственный визит в Лондон подписали почти 2 миллиона человек. Впрочем, на фоне слухов о возможном приезде Трампа активисты уже пообещали провести самые масштабные демонстрации в истории страны. Мы демонстрируем свою солидарность с теми, кого напрямую касается политика Дональда Трампа. А также хотим оказать давление на наше правительство, потому что оно собирается еще больше сблизить нашу страну с Америкой. Государственный визит американского президента в Лондон был запланирован на начало лета. Трампа лично пригласила премьер Тереза Мэй во время посещения Белого дома. Но из-за недовольства британцев в администрации президента от пышного государственного визита решили отказаться. Правда, промежуток между участием в саммите Большой Двадцатки в Германии и мероприятиями ко дню взятия Бастилии во Франции уже очень удачен для посещения Соединенного Королевства. Тем более, что Трампу уже давно не терпится попасть на свои поля для гольфа в Шотландии. По информации в прессе, британское правительство предупредили о возможном приезде президента и пообещали дать подтверждение ровно за 24 часа до его прибытия. Предполагается, что Трамп встретится с британским премьером на Дамнинстре 10 в неформальной обстановке. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. А пока в Вашингтоне идут последние приготовления к встрече Большой Двадцатки в немецком Гамбурге. С кем уже назначил встреча Дональд Трамп, о чем они будут говорить, об этом подробнее расскажет Дмитрий Анопченко. Даже несмотря на сегодняшний день независимости, когда вся страна отдыхает, в Белый дом вызвали сотрудников. Еще бы, ведь саммит уже в эту пятницу. Дональд Трамп проводит последние телефонные переговоры, обсуждает детали встречи и главные темы. Одной из них неожиданно станет энергетика, выяснило агентство Reuters. Мол, Трамп хочет поставки американского природного газа в Европу использовать как политическое оружие. Этот разговор начнется еще до саммита в Варшаве, продолжится уже в Гамбурге. Президент США будет просить открыть европейский рынок для американских компаний. А это, в свою очередь, ослабит возможности России, которая часто использовала голубое топливо для политического давления. Если этим планам суждено сбыться, Штаты уже через три года выйдут на третье место в мире по объемам экспорта. А Трампа также ждут, что он выскажется по поводу судьбы нового газопровода, Северный поток, который через Балтику хотят дотянуть до Германии. Такой поворот событий способен серьезно изменить повестку дня переговоров Трампа с главами различных государств, в том числе с Меркель и с Путиным. Эти переговоры уже подтверждены. Хозяйка саммита поговорит с Трампом тет-а-тет накануне открытия 20-ки, вечером четверга, и первоначально двумя главными темами встречи должны были быть совместные действия по борьбе с терроризмом и финансирование миротворцев ООН, которое Вашингтон урезает. Что касается Путина, то СНН выяснила, Штаты предполагали обсудить лишь два вопроса – ситуацию в Сирии и Украину. Поэтому планы Трампа поставлять газ в Европу могут стать серьезным способом давления при поиске решения в обоих конфликтах. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Боевики снизили активность в зоне АТО. Незначительные обстрелы были зафиксированы на Донецком направлении. Запрещенное вооружение наемники не применяли. И сегодня стали известны подробности недавних боев в районе поселка Каменка, неподалеку от Авдеевки. Детали об этом расскажет Геннадий Вивденко. Сначала противник использовал спецназовцев. Около 20 боевиков получили отпор. Тогда враг задействовал танки и тяжелую артиллерию. Боец демонстрирует разрушительную силу вражеского танкового снаряда. Работал танчик, это он, получается, работал с верхнего лэпа. Вот это был выстрел. Он оторвал там две комнаты, разбил здание, прошел. Через этот весь дом и в третьем доме уже разбился сам снаряд. Прошел три здания, прошил. Вот там находится Донецкая фильтровальная станция, которая поставляет воду в Авдеевку. Нашим туда стрелять нельзя. Зато этим активно пользуются боевики и ведут огонь из артиллерии оттуда. Наемники успели там окопаться. Появилась угроза, что они смогут взять в полукольцо украинские войска в этом районе. Несколько дней наши пехотинцы и минометчики буквально выдавливали врага из его позиций. Довольно серьезные силы были кинуты. В районе Каменки, они выступили. И на данный момент мы контролируем, получается, эту территорию. На 100%. То есть ДРГ их уже пройти в навраку уже не может. Противник был оттуда выбит, понес потери. По некоторым данным, это где-то от 10 до 12 человек убитыми. Было подбито БМП. И танк тоже остановили. Танк остановили. Но не смогли его полностью, говорится, уничтожить. Военные показывают захваченные трофеи. Сухпайок российского производства, причем произведенный недавно. К сожалению, в ходе боев вблизи Каменки один украинский боец погиб, 9 ранены. Сейчас пехота противника не атакует. Однако хорошо слышно, как на той стороне передвигается вражеская бронетехника. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Руслан Ревьюк. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. О том, как остановить войну на Донбассе, говорили сегодня и в Киеве на международной конференции. Главной темой, которая стала демилитаризация оккупированных территорий, присутствовали и украинские политики, и представители НАТО предлагали пути решения конфликта, а также рассматривали сценарий возвращения оккупированной части Донбасса и Крыма. Я поделяю эту позицию, которую занимает президент Украины, Министерство закордонных справ, украинская влада. Это вопрос о деоккупации и демилитаризации территорий, а значит их реинтеграции. Есть инициатива президента и украинских дипломатов про необходимость введения полицейской миссии на Донбасс, потому что это ключевое для демилитаризации этого региона. Вы смотрите подробности, вот что у нас во второй части. Что гонят люди в погонах, как николаевские полицейские алкобизнесом промышляли? Запрещено, но не наказуемо, как в Украине работает механизм двойного гражданства. Рассмотрение дела главного редактора интернет-издания страна Юэй Игоря Гужева апелляционный суд Киева перенес. Следующее заседание состоится 14 июля. Причина формальная, из суда первой инстанции в апелляционный не успели передать документы. Напомню, прокуратура подала ходатайство об увеличении суммы залога с 544 тысяч до 3 миллионов 200 тысяч гривен. Это практически в 6 раз больше. Такой резкий скачок в прокуратуре пояснили тем, что якобы Гужева собирается покинуть страну. Но, по словам самого глав Фреда, следователи фабрикуют дело, а билеты, найденные при обыске в редакции, якобы принадлежат его сыну. Я так понимаю, они попытаются, увеличивая сумму залога, одновременно взять меня постражу, чтобы снова бросить в тюрьму и не дать мне заниматься своей работой. Это и есть их основная цель. Они изъяли у меня в портфеле билеты моего сына в языковый лагерь на август этого года. Никаких оснований для того, чтобы обвинять меня в нарушении каких-то мер пресечения, которые ко мне ранее применялись, нет. Тем временем еще один полицейский попался на взятки. В столице задержали следователя. Об этом сообщает прокуратура Киева. Правоохранитель вымогал 76 тысяч гривен, обещал содействие в расследовании ДТП со смертельным исходом. СБУ задержало его в тот момент, когда он получал очередную порцию денег. В Николаевской области ликвидировали завод по производству контрафактного алкоголя. Суррогат производили на обычном складе в антисанитарных условиях. Окрешивали бизнес высокопоставленные полицейские. Так утверждают в СБУ. Все подробности узнаем от Кирилла Ящишина. Производством нелегального алкоголя занималась целая преступная группировка. И стояли за этим сотрудники областного управления нацполиции. Такая информация появилась на сайте СБУ. Операцию проводили оперативники службы безопасности и сотрудники фискальной службы. Известно, что во время обыска правоохранители изъяли самогонные аппараты и около тысячи литров готового контрафакта. Троих организаторов нелегального бизнеса задержали. Кроме небольшого сообщения в интернете, никаких комментариев в управлении СБУ пока не дают. В то же время самой полиции не на камеру говорят. Их сотрудники к этому делу не причастны. И не так давно, в апреле, рядовые патрульные обнаружили в Николаеве точку продажи самогона. Приехали даже следственно-оперативная группа и представители фискальной службы. Разбирались несколько часов, а потом развернулись и уехали. Тогда начальник областного управления заявил, мол, следователи и налоговики не разобрали, кто должен был изъять контрафакт. Кстати, полгода назад подобный суррогат стал причиной смерти нескольких человек. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности. Телеканал Интер. Николаев. Неизвестные в медицинских масках отобрали у мужчины сумку с 2,5 миллионами гривен. Ограбление это произошло прямо в центре Киева. Потерпевший выходил из банка, мужчине брызнули в лицо из баллончика и выхватили сумку с деньгами. Преступники скрылись на иномарке. Полиция объявила в столице план перехвата, однако пока злоумышленников задержать не удалось. А вот громкое дело о взяточничестве закончилось символическим штрафом. Бывший начальник Львовского СИЗО Богдан Гольчишак, которого в марте задержали в служебном кабинете, на взятке в 54 тысячи гривен остался на свободе. Напомню, деньги он вымогал у супруги одного из заключенных за справку о том, что в условиях изолятора СИЗО невозможно лечение ее больного мужа. При обыске в сейфе нашли еще 6,5 тысяч долларов и 600 евро. В ходе следствия военная прокуратура переквалифицировала статью с получением взятки на злоупотребление служебным влиянием. Гольчишак признал свою вину и заключил договор со следствием. И Галецкий райсуд Львова вынес приговор. Экс-подопечный министр юстиции фронтовика Павла Петренко заплатит штраф 17 тысяч гривен. В Николаевской области в городе Новый Бук обрушилось здание школы. Накануне на стене учебного заведения появились трещины. Директор вызвал руководство района и местных депутатов на срочное совещание. И в буквальном смысле на глазах у чиновников часть здания рухнула. Рухнули перекрытия всех трех этажей. Пострадавших, к счастью, нет. В области создали чрезвычайную комиссию, которая расследует причины этого обвала. Губернатор Алексей Савченко с утра разразился гневным постом в соцсетях. Дескать, вся ответственность лежит на местных чиновниках и дирекции школы. Якобы деньги на ремонт выделялись, а здание вдруг развалилось. И нашел решение проблемы. С 1 сентября дети в этой школе учиться не будут. За двойное гражданство в Украине не наказывают. Так постановил Закарпатский апелляционный суд. Куда обратился житель Закарпатья? Прижучить его хотели пограничники, поскольку, являясь гражданином Украины, на границе он показал венгерский паспорт. Однако суд встал на сторону заявителя и сказал, что закон не запрещает путешествовать украинцам с документами иностранных государств. В тонкостях двойного гражданства разбиралась Марина Коваля. Шандер, гражданин двух государств Украины и Венгрии, родился и вырос в Закарпатском городке Берегова, по национальности венгр. Чтобы легче было трудоустроиться в Европе, в 2009 году оформил венгерское гражданство. За границу Шандер ездит на сезонные заработки, живет в Берегово и отказываться от украинского гражданства не собирается. А вот вторым пользуется по полной. Например, как иностранец, он может ездить в Украине на нерастаможенной машине целый год. Чтобы не придирались таможенники, на границе Шандер показывает венгерский паспорт. На украинском паспорте лишь можно на 5 дней быть в Украине. И нужно вернуться. В апреле этого года Шандер в очередной раз пересекал границу. Как обычно, показал паспорт гражданина Венгрии. Когда украинские пограничники выявили, что Шандер их соотечественник, составили протокол за попытку незаконного пересечения границы. Ссылается на разъяснение высшего специализированного суда. Предъявил, как подставу для переданного державного кордона на выезд, закордонный паспорт гражданина иноземной державы. То есть невідповедный паспортный документ. А вот адвокат Шандера уверяет, протокол на его подзащитного составили незаконно. Протокол, составленный пограничниками, решили оспорить. Суд первой инстанции встал на сторону пограничников и оштрафовал Шандера на 1700 гривен. А вот апелляцию житель Берегова выиграл. По данным пограничников, в этом году они составили 128 протоколов в отношении граждан Украины, которые предоставляли в пунктах пропуска паспорта иностранных государств. И только в одном случае в Закарпатье такой протокол обжаловали. Так чем же в итоге руководствоваться украинцам в вопросе второго гражданства? Вопрос остается открытым. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. В Пьяньяне заявили об успешном испытании ракеты, которая могла бы достичь Аляски. О запуске сообщили северокорейские СМИ. Испытание контролировал лидер этой страны, Ким Чен Ын. Ракета пролетела примерно 40 минут и упала во внутренних водах Японии, за 300 километров от ближайшего острова. В КНДР заявили, что теперь способны поразить любую цель в мире. В Южной Корее по этому поводу срочно созвали Совет национальной безопасности. Переломный момент в войне с исламским государством. Международная коалиция добилась в борьбе с террористами серьезных успехов. В Палмасул идет штурм города Рака. Все подробности узнаем от Сергея Услендера. Судя по всему, в войне против исламского государства наступил коренной перелом. И уже явно просматривается ее финал. Сейчас боевые действия идут на территории двух государств. Ирака и Сирии. В Ираке практически завершен штурм Масула. Этот город несколько лет был главным оплотом террористов на территории страны. Захвачен исторический центр города. Там периодически вспыхивают перестрелки. Отдельные группы боевиков сопротивляются. Но уже совершенно очевидно, что наступление, которое больше года вела иракская армия, при поддержке сил коалиции, успешно закончилось. Над старинной мечетью Ан-Нури, своеобразным символом Масула, развивается иракский флаг. Любопытно, что именно в этой мечети четыре года назад известный террорист Абубакр Аль-Багдади провозгласил создание исламского государства и самого себя назвал халифом. Наши силы продвинулись вглубь к югу старого города, захватывая объекты, указанные командованием. Мы уничтожили большое количество боевиков, освободили заложников. И сейчас занимаемся обезвреживанием мини-ловушек, которыми буквально напичкано все вокруг. Про так называемого халифа информация все время поступает, крайне противоречивая. Только о его ликвидации уже сообщали минимум раз десять. По последним данным он скрывается вблизи города Ракка в Сирии. Там сейчас, это неофициальная столица халифата, и там сейчас открыт второй фронт борьбы с ним. Повстанцы, которые называют себя сирийские демократические силы и курдские отряды, при поддержке американской авиации форсировали реку Ефрат и ворвались в южные районы города. Бои идут крайне ожесточенные. Наступающие продвинулись к центру Ракки и сейчас понемногу зачищают его от боевиков. Учитывая, какое колоссальное пропагандистское значение этот город имеет для террористов, сражение там ожидается тяжелое и очень кровавое. Но исход его практически ясен. Устоять против многочисленных и хорошо вооруженных сил при полном господстве в воздухе американской авиации террористы, конечно, не смогут. Сергей Услендер. Подробности. Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. Мировое турне культовой британской группы «Депешмот» в самом разгаре. Сегодня музыканты выступают в немецком Гельзенкирхене. И уже совсем скоро, 19 июля, грандиозное шоу состоится в Киеве. «Гранд Спирит Тур» — это трехчасовой концерт со спецэффектами и невероятным звуком. «Депеши» прилетят в столицу Украины на собственном самолете за день до концерта. Для музыкантов уже строят огромную сцену высотой в шестиэтажный дом. Фронтмен Дэйв Гаан везет с собой личных поваров, которые будут сами закупать продукты, сами готовить еду. И стали известны небольшие подробности их райдера. Например, музыканты пьют чай исключительно из черных чашек, помешивая его серебряными ложечками. Как филонят евродепутаты, почему в Ханое ввели табу на пользование скутерами, и как куры парализовали движение в Австрии, об этом и не только в нашем обзоре. Глава Еврокомиссии Жан-Клуд Юнкер раскритиковал политиков за их отношение к работе. Премьер Мальты Джозеф Мускат подводил итоги председательства страны в ЕС. В это время в зале сидели всего 30 человек, хотя должно быть 750. Как прокричал Юнкер в полупустом зале, если бы Мускат был Макроном или Меркель, то зал точно был бы полон. Депутаты попросту показали свое пренебрежение к стране с населением в 400 тысяч человек. Юнкер выходец из крохотного Люксембурга и точно знает, о чем говорит. Йога на высоте 210 метров. Во Франции 35 человек делали асаны прямо на Эйфелевой башне. Эксперимент прошел удачно, и теперь занятия здесь будут регулярными. Группы уже сформированы. Йогой на Эйфелевой башне будут заниматься до конца лета. Единственное «но» – сеансы начинаются рано утром. И всем, кто любит поспать, они не подходят. Власти Ханоя запретили жителям города пользоваться скутерами до 2030 года. Такое решение приняли, чтобы улучшить экологическую ситуацию в столице Вьетнама. Однако горожане приняли запрет в штыки, так как скутеры – наиболее популярный вид ханойского транспорта. Население города насчитывает больше 7 миллионов, и у пяти из них есть мотороллеры. Куры заблокировали движение транспорта недалеко от австралийского линца. На свободе оказались около 7 тысяч пернатых. Грузовик, который перевозил кур, перевернулся, и домашняя птица разбрелась по автобану. Собирали несушек в радиусе 160 километров. Магистраль, где произошла авария, ведет к Вене, поэтому утром там образовалась пробка. На Этне испытали робота, которого готовят для экспедиции на Луну. Условия на земном вулкане идеально подходят для проверки возможностей вездехода. Его главная задача — собирать образцы пород и передавать их исследователям. Чтобы робот впустую не гулял по Этне, параллельно он проводит еще исследования поверхности кратера. Образцы передадут для изучения вулканологам. В Китае полиция спасла подростка, который хотел сигануть с 12 этажа. Спецоперация была на грани, потому что парень уже залез в оконный проем и был готов прыгнуть с 40-метровой высоты в любую минуту. Но в итоге все закончилось благополучно. Один пожарный выпрыгнул из 13 этажа и ногами затолкал парня назад в комнату. Сейчас с юношей работают психологи. Причина его поступка — ссора с родителями. Доску для серфинга на подводных крыльях представили в Пуэрто-Рико. Благодаря этой технологии серфер может лететь над водой со скоростью 40 км в час. По словам изобретателей, такая доска позволяет получать удовольствие от серфинга даже в полный штиль. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова